Доброе утро! Для меня огромная честь и удовольствие быть сегодня здесь утром и иметь возможность поделиться информацией с вами о нашей организации, национальной ассоциации по обучению детей младшего возраста. Я бы хотела поблагодарить Александра Николая и организационный комитет, а также международный комитет. Я действительно была очень впечатлена, и мне очень понравились мои последние два дня, когда я заслушала очень много докладов и узнала вот эти замечательные вещи, то, что происходит сейчас в России, и то, что вы делаете для того, чтобы поддержать обучение детей дошкольного возраста. Очень важно рассказать о нашей национальной ассоциации, о наших ценностях. Мы являемся некоммерческой организацией, мы не правительственная организация в США. Это профессиональная ассоциация экспертов, работающих в сфере доскульного образования. У нас примерно 65 тысяч членов организации, и это воспитатели, и также преподаватели педагогических вузов и факультетов, и также есть другие профессионалы, которые также посвятили свою жизнь работе с дошкольниками. У нас есть и международные члены ассоциаций, и также я выражаю вам благодарность. Наши члены поддерживают нашу работу, и мы никогда не забываем, что самое главное для нас – это оказывать поддержку специалистам, работающим в дошкольном образовании. Это действительно важная работа, и это вы делаете каждый день, наши коллеги. Я думаю, что здесь очень важные вещи. Я посещала несколько секций, и я бы хотела поговорить о очень важном моменте – это качество образования. Это действительно то, что оказывает поддержку профессионалам. Нам нужно понимать, какие у них есть практики, как можно улучшить эти практики обучения, как показать им поддержку, и сделать это комфортным способом. И нужно действительно критично подходить к вашим практикам, для того, чтобы действительно реализовать это, и чтобы качество дошкольного образования было действительно на высоком уровне. Это чувствовали и дети, и их родители. У нас есть ряд стратегических приоритетов нашей ассоциации, и чтобы у детей до 8 лет был одинаковый доступ к развитию, к обучению, которое обеспечит их развитие на высоком уровне. Это приоритет нашего организации. Вы, наверное, слышали об этом. У нас есть программа для дошкольников, есть аккредитация. Это как раз наш стратегический приоритет – высококачественное дошкольное образование. Следующий стратегический приоритет – это профессия как таковая. Я кратко расскажу. У нас есть важная инициатива по определению того, какие компетенции должны быть у дошкольных преподавателей, и мы надеемся улучшить их оплату, уровень оплаты, и чтобы также общество признавало важность их работы. Это то, с чем мы боремся, действительно занимаемся в Соединенных Штатах, и многие воспитатели в садиках, они действительно недоплачены, и мы считаем, что это неправильно, и дошкольники, они заслуживают хорошо оплачиваемых воспитателей, которые действительно являются профессионалами, чтобы были стандарты, и они постоянно развивались в профессиональной точке зрения и переобучаясь. Стратегический приоритет профессии для нас очень важен, мы над этим работаем как раз в Соединенных Штатах. Следующий приоритет, который приводит меня к главной причине того, почему я здесь, это лидерство инноваций и участие в глобальных инициативах. Мы считаем, что в нашей организации критически важно развивать лидерство, и это способствует развитию инновационных стратегий, и также часть этой работы, это наша глобальная работа. Наша организация была основана в 1926 году, и всегда это была ассоциация для граждан Соединенных Штатов. У нас есть международные члены, и мы на конференциях тоже участвуем. Мы никогда активно международно не развивались до 4 лет назад, когда у меня была огромная честь, когда на меня возложили такую обязанность в рамках нашей ассоциации развивать международное сотрудничество. Сейчас я и сегодня вам расскажу о том, что это значит, и приведу примеры некоторых наших проектов. Итак, глобальное вовлечение. Давайте будем помнить, что глобальное видение состоит в том, чтобы дошкольники имели возможность развиваться и учиться в обществе. И также очень важно обсудить наши основные принципы, как мы делаем эту работу. Они соответствуют... Вот у нас есть такие кружочки, а это согласуется с нашими ключевыми ценностями. Мы знаем, что самый лучший способ, как дети могут научиться чему-то, и мы вчера очень об этом много говорили, мы говорили о контексте, о культурном аспекте и так далее, мы не можем работать как копипейс, да, просто копировать какие-то практики. Тем не менее, это хорошая, может быть, и система, и стандарт, который мы применяем, да. Ну, я не знаю, есть ли идеальные стандарты вообще, но никогда нельзя использовать именно такой подход. Вот хотя бы вот в США очень важно сотрудничество и понимание с теми людьми, которые будут внедрять стандарты на местах, и это действительно критически важно, чтобы мы получили действительно работающую систему, которая бы поддерживала также и учителей, и мы также работаем в таком же контексте с нашими международными партнерами, и мы адаптируем все к культурному контексту. И также мы всегда поддерживаем нерушимость наших ключевых принципов и ценностей. Мы делаем все таким образом, чтобы соответствовало лучшим интересам дошкольников, чтобы мы поддерживали их развитие и обучение, мы также должны согласовывать нашу работу с ключевыми ценностями родителей и их семей. Итак, международная работа, да, мы вот думаем, что такая корзинка, да, техническая поддержка – это первый момент. Я расскажу с помощью примеров, как мы работаем с правительствами по стандартам, по разработке стандартов и систем. И второй принцип, второй момент. Здесь мы работаем, используем наши ресурсы, то есть мы используем наши конференции, в которых мы участвуем в публикации, мы их адаптируем так, чтобы это согласовалось с культурой страны. И часть этого – это язык, и также соглашения о переводе здесь очень важны, чтобы материалы для профессионалов, когда они переводятся, они, тем не менее, содержали ту же информацию, что и на английском, чтобы ключевые моменты там сохранялись. Здесь, ну, я не думаю, что у нас на русском ничего официально не опубликовано, но я надеюсь, что это изменится в ближайшем будущем, и будут публикации также и на русском языке. Итак, наша работа с системами обучения. Мы получаем от правительств разных стран очень много запросов по нашим стандартам, чтобы мы им поделились. У нас есть специальная схема, подход к этой работе с правительствами. Я уже говорила, что мы не используем подход к копипейсту. Мы также считаем, что не нужно создавать наши офисы по всему миру и заниматься дубликацией, то есть копированием. Мы выстраиваем возможности и навыки. То есть у нас есть техническая экспертиза. Мы этим делимся с другими профессионалами, нашими коллегами по всему миру и выстраиваем как бы систему обучения и делимся знаниями. Да, но мы этим не занимаемся реализацией сами, то есть мы просто обмениваемся информацией. Также мы думаем о системе раннего обучения, дошкольного обучения. Мы оказываем всю необходимую поддержку для качественного обучения. Вчера мы уже об этом говорили. Здесь иногда мы включаем в работу и правительство, поэтому нужно посмотреть на это мероприятие. Это тоже много представителей госорганов. Они играют очень большую роль в поддержке дошкольного образования. Также мы разрабатываем очень много стандартов в разных странах. И что они просят у нас делать? У нас есть свои стандарты. Стандарты, они спрашивают нас. Вот наши национальные стандарты, они соответствуют вашими стандартами? И какие лучшие практики вы бы нам порекомендовали? То есть мы очень много это обсуждаем. Да, и вот это основная идея. И также мы всегда учитываем контекст страны и культуры. Это вот действительно описание краткой той работы, которую мы проводим в качестве поддержки обучения. И также мы очень активно взаимодействуем с профессионально-школьным образованием по всему миру. И мы узнаем, чем они занимаются. И таким образом мы улучшаем наши материалы. И также мы можем улучшить подход к работе с дошкольными специалистами в США. Это углубляет наши знания и расширяет наши перспективы. И я очень рада, что я могу быть сегодня здесь с вами и научиться чему-то от вас и поделиться своей информацией. Вот пример нашей технической поддержки. Это наши основные бизнес-линии, то есть глобальный обмен. Вот здесь. Это наш журнал на английском. Это один из тех продуктов, которые мы выпускаем как ассоциации. Снизу здесь у нас есть то, что называется обучение. Это специальный журнал для учителей с практическими заданиями и упражнениями, которые помогают учителям работать в аудитории с детьми. И также у нас есть материалы на испанском некоторые. Но мы также хотели бы поговорить о том, чтобы можно и в других странах выпускать такие материалы. Мы только что запустили новую платформу для наших членов. Это платформа Hello. Она только на английском пока. Но это прекрасный способ, как мы можем действительно объединить специалистов дошкольного образования, чтобы они могли друг от друга научиться и обменяться идеями. Одна из самых важных ролей нашей ассоциации – это совместить новости и идеи от экспертов и прийти к консенсусу по ключевым идеям и направлениям, которые могут действительно развернуть и наше направление дошкольного образования. Я бы хотела также пригласить вас всех в Атланта на нашу ежегодную конференцию. Я с удовольствием там вам расскажу о наших стандартах. Вот это наша глобальная программа «Стандарты». И когда мы говорим о стандартах, есть три типа стандартов, которые у нас есть по дошкольникам. Первое – это стандарты по дошкольному образованию. Это то, что должны дети уметь делать и знать. У нас нет стандартов по дошкольному образованию, тем не менее. У нас есть так называемый «белый документ», то есть это то, как эти стандарты должны выглядеть. И мы поддерживаем развитие. Другие стандарты, которые у нас есть, это стандарты по обучающим программам. А когда я говорю о стандартах по программам, это стандарты качества по садикам. Я думаю, что тут здесь больше всего бы известно именно по этому направлению. И стандарты по профподготовке. Это для институтов высшего образования по подготовке учителей, и они соответствуют программным стандартам. Когда мы говорим о системах, мы знаем, что для того, чтобы обеспечить высокое качество, нужно всё вместе. И это требует также определённого бюджетного финансирования. Что я… вот ещё по стандартам. Один из наших самых крупных проектов – это международные работы. Это Королевство Саудовской Аравии. Там Министерство образования наш попросило поддержать их работу по стандартам дошкольного образования. Контекст очень отличается от США. Поэтому это был действительно увлекательный проект, который потребовал от нас критического мышления и подхода к нашим ключевым ценностям, как они могут трансформироваться в обществе, абсолютно кардинально отличаясь от наших приоритетами. Ещё один проект, над которым мы работаем – это инвестиционный фонд, который поддерживает образование в Доминиканской Республике. Там система подготовки учителей в высшем образовании. То есть стандарты высшего образования, мы их как бы соотносили с нашими, нашли их узкие места и поменяли. До того, как я приведу примеры, я говорила слово несколько раз, подходящее с точки зрения развития практика. Здесь я имею в виду нашу книгу, которая действительно имеет длинную историю. Она основана на работах Выгодского, и мы всегда его там упоминаем, очень часто. И это действительно очень важная часть теории, которой мы руководствуемся в нашей каждодневной работе, и я лично. Итак, как дети учатся? Я бы сказала, что один из самых важных путей обучения – это культурный контекст, в котором они находятся и живут. Я на самом деле в Китае в последний год очень много времени провела, и у меня была возможность использовать палочки для еды очень много раз. И на самом деле я в Вашингтоне хожу… Юль, ну зачем ты говоришь? Когда ты слышишь звуки мандарина, и ты сидишь на табле с группой профессионалов, и используя их в контексте. Итак, действительно очень разный контекст в этой стране, и нам необходимо по-разному работать с этим. Конечно, результат у нас один и тот же, несмотря на то, что Вы используете какие приборы – ложки, вилки или палочки. Результат один и тот же, Вы, тем не менее, едите, но есть огромное количество разных способов работать. И, конечно, эти разные способы делают нашу работу интересным. Конечно, нет одного правильного пути. Есть огромное количество возможностей. Когда мы работаем с нашими партнерами, мы также уверены, что они работают по самым высоким стандартам. Здесь я хочу показать несколько примеров из Саудовской Аравии, в которой мы работали с женщинами 25 человек. Это была группа, это большая страна. Мы работали с ними для того, чтобы развить их лидерские качества, чтобы увеличить, улучшить их стандарты. Здесь Вы можете увидеть несколько вещей, которые являются частью этой работы. Мы работали с целой командой, и каждая из них добилась результата. Мы думаем, что это самое главное. Итак, вот здесь есть некоторые примеры стандартов. Также мы вынуждены признать, что это немного другой механизм по сравнению с тем, с кем мы работаем обычно. Ранее образование в этой культуре другое, а 60% совпадений среди детей в разных культурах мы встречаем. Но в любом случае, развитие происходит постоянно, и действительно многое зависит от среды. Все очень контекстуально. Некоторые вещи занимают больше времени. Да, у нас есть стандарты для дошкольного образования в исламской культуре. И мы смотрели и показывали им то, что мы делаем с детьми перед четырех лет, и многие из них сначала испугались. Итак, у меня есть несколько примеров. Когда есть несколько примеров семей, когда некоторые семьи выбирали особенно образование с определенными параметрами исламской культуры для своих детей. И это был действительно удивительный проект. И это было действительно удивительно с точки зрения того, как этот стандарт вписывается в культуру. Хочу посмотреть, хочу, чтобы вы посмотрели на сайте наши стандарты. У нас очень много разной информации. У меня есть свой имейл. Вы можете связаться со мной и просмотреть все материалы. Большое спасибо. Спасибо.